Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 26 мая. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Овнов сегодня ожидает повышения по службе. В 1991 году в Грузии были проведены президентские выборы, на которых одержал победу Звиадгам Сахурдия. Он получил почти 87% голосов и стал первым демократически избранным президентом Грузии. Раздел имущества или выделение структуры предприятия в отдельную организацию предстоит сегодня, возможно, тельцам. Во время правления английской королевы Елизаветы II в 1966 году Гайяна получила независимость от Великобритании. Гайяна является единственной континентальной страной Южной Америки, входящей в Содружество наций. Во время правления короля Карла II в 1679 году английским парламентом был принят закон «Habias Corpus» – закон о неприкосновенности личности. Один из основных конституционных актов. Стать участниками публичных торгов могут сегодня раки. В 2004 году полотно известного русского символиста Михаила Нестерова «Покой на земле» было продано на лондонском аукционе «Содбис» за 500 тысяч фунтов стерлингов. «Содбис» – это старейший в мире аукционный дом. Совместно с аукционным домом «Кристис» занимает около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства. Львы, возможно, сегодня способны будут на совершение подвигов. В 1955 году английская экспедиция во главе с Чарльзом Эвансом покорила третью по высоте вершину мира – Канченджанга. Этот горный массив расположен в Больших Гималаях на границе между Непалом и Индией. В переводе с тибетского он означает «пять хранилищ больших снегов». Самая высокая вершина достигает 8585 метров над уровнем моря. Ответственное и очень значимое для государства задание сегодня, возможно, предстоит выполнить девам. В 1969 году американский летчик-космонавт Томас Стаффорд совместно с Джоном Янгом и Юджином Серноном совершил в качестве командира космического корабля «Аполлон-10» облет Луны с выходом на орбиту искусственного спутника Луны. В полете выполнялась отработка систем космического корабля и велись научные наблюдения. Важные вопросы по деятельности организации сегодня, возможно, придется решать весам. В 1928 году на заседании FIFA, Международная федерация футбольных ассоциаций, президентом которой был Жюль Риме, приняла решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу. Риме стоял у истоков создания FIFA, являлся пионером развития футбола на европейском континенте. Вдохновленный успехами олимпийских футбольных турниров, он стал идейным вдохновителем проведения чемпионатов мира по футболу, которые вплоть до 1970 года носили его имя в названии вручавшегося кубка. Научные открытия, возможно, сделают сегодня скорпионы. В 1761 году Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу на Венере. Ломоносов был первым русским ученым, естествоиспытателем мирового значения, поэтом, заложивший основы современного русского литературного языка, художником, историком, поборником развития отечественного просвещения, науки и экономики, а также основоположником молекулярно-кинетической теории. Стрельцы сегодня могут одержать победу над конкурентами. В 1799 году русскими войсками под командованием русского полководца Александра Суворова был взять Турин, город на северо-западе Италии. Козероги могут сегодня принять участие в крупномасштабном мероприятии. В 1887 году для пассажиров заработала основная линия Канадской Тихоокеанской железной дороги, длина которой между Монреалем и Ванкувером составила 4633 километра. Железная дорога открыла новым поселенцам Центральную и Западную Канаду. Водолеи сегодня, возможно, от своего руководства получат важное поручение, за исполнение которого их может ожидать награда. В 1768 году Екатерина II дала устное повеление личному секретарю Ивану Бецкому о постановке монумента Петра I, будущего медного всадника. В качестве директора канцелярии строений Бецкой много способствовал украшению Петербурга казенными постройками и сооружениями. Самым крупным памятниками этой страны и его деятельности остались монумент Петру Великому, гранитная набережная Невы и Каналов и решетка летнего сада. Устроить расправу над врагами сегодня могут рыбы. Постарайтесь оценить трезво ситуацию и решить вопрос мирным путем. В 1521 году император Священной Римской империи Карл V Габсбург подписал Вормский эдикт, предписывавший арест религиозного реформатора Мартина Лютера. Стремясь кому-то навредить, подумайте, что вами движет. Может, это страх? Как сказал английский философ Бертран Рассел, страх – главный источник предубеждений и один из главных источников жестокости. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгин.